всем привет друзья едем за мега уазом сегодня у нас должно быть интересное путешествие не знаю ступала там на джипером кто-то ездил наверняка ну из наших наверно никого поедем посмотрим пригласили нас тут на интересный маршрут давно я хотел туда попасть как-то не доходили руки а тут сразу сейчас совместим одно с другим небольшой минус сегодня подмерзла да в лесу еще нормально снега в отличие от города все как бы растаяло тут еще тут еще зима все качаем колесики старт сейчас нормально горбунчик на месте уже теплеет я думаю вам и будем на нем кататься танковый гололед даже сегодня тх 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это очень интересное место. Сегодня я самостоятельно еду один. Так не очень близко. Давно хотел куда съездить. Как обычно времени не хватает. Все время какое-то движение у нас, вы знаете. Поэтому... Предоставилась тут возможность побывать в этом замечательном месте. Сейчас мы заедем туда. Я думаю, займет это пару часов. Не очень близко. Мы увидим что-то интересное. Афроуда будет, наверное, немного. Очень повезло с погодой. Просто день как под заказ. Ну, с УАЗом вроде разобрались более-менее. Едет неплохо. Подруливание небольшое. Надеюсь долететь без приключений. Сообщу вам по секрету. Так далеко на Мега-УАЗе я еще не ездил. А вы пока попробуйте угадать, куда я еду. Многих людей притягивает это место. Я бы сказал, даже со всего мира люди приезжают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У нас много интересного контента Я думаю так много вообще мало у кого есть Ну в оффроудной тематике Не всегда конечно он Идеальный, но очень много интересного Вот этот мост Движется потихоньку Ёлки-палки Это кому умиря сказать Показать Китайцам, японцам, корейцам В любом Ох продвинулся как Что-то тут Движется, движется Просто десятилетиями Это жесть Я уже рассказывал в одном из роликов У меня одноклассник Закончил автодорожный институт По Строительству мостов Я вам скажу Где-то он лет То ли 10 назад То ли 8 заходил И рассказывал По этому поводу историю Говорит, только власть меняется Тут же все останавливается Никто Ничего не делаем Всем стоп машина И все стоит Новые подрядчики Новая движуха Полная жесть, короче При том, что мостов не хватает Эти прекрасные люди Через Справа налево И слева направо И не ездят каждый день Они все на правом Там в Нескучном Продолжается строительство Интересно будет Кстати, скоро поедем Уже в Нескучное Я думаю В ближайшие В ближайший месяц Так это однозначно Еще чуть-чуть подтает Еще В городе, видите, снега нет В лесу немерено Мы поедем Посмотрим, как там сироты Наши новые Как их строительство Продвигается Да, поржевел мост С 76-го года Леонида Личева Открывал вот этот мостик Легендарный Сильно его не хватало Но сейчас не хватает уже ничего Никаких мостов Да, люди сзади едут Снимают Как и раньше А раньше Тиктока не было Подписывайтесь на мой Тикток, кстати Что-то там Все остановилось Ну, я так мало Им занимаюсь Особо нет времени Вот там люди С телефонами Ведут съемку Виде Медленно-медленно Обгоняют А дальше Ускоряются Друзья Смотрю Машины впереди Почти остановились Хорошо Я еду Не быстро Посмотрите На эту дорогу Ёлки-палки Это жесть Вообще Это просто Жестяк Тупо Асфальта нет Вообще Представляете На легковое Это я еду На этом танке И слышны Эти ямы Просто Это не ямы Это канавы Причем Это трасса Ну, уже Обелетели Человека Утро У кого-то Началось Не очень Ну Двести Двадцать первый А может Просто поломался Как вам эта дорога Ёлки-палки Как вообще Такое может быть Зимы Был всего Один месяц А то и меньше Даже Посмотрите Еду на второй Кстати Можно третью Включить Нам-то Не особо Страшно Но лед Еще стоит Витя Еще Мог бы Подрифтить Витя Обещал Сегодня Быть Моим Нештатным Оператором Требует Долю В канале Уже Говорит Я звезда Я оператор Все сниму Посмотрим Как зайдет Ну, говорю Ну, давай Посмотрим Там решим Из-за того Что по езде Беспокоит Дует Холодный воздух На колени Но не с печки А С того места Где рулевая Рулевая колонка Заходит Салон С моторного отсека Там Под ногами Там Немножко Как-то Раньше То ли Я теплее Одет был Как-то Раньше Не так Ощущалось Сейчас Достаточно Сильно Дует Бескомфорт Дверзну В колени По управляемости Нормально едем Такое небольшое Подруливание Есть Ну, гидравлика Ничего тут не сделаешь Только с Америки Можно купить Более правильное Вот третья передача Не знаю Видно Не видно Третья передача Спокойно Машина Плавно тянет Разгоняется Мотор, конечно Бесподобный Я его и топил И что я с ним не делал И переворачивался И в воде И на суше Есть там ролики Дрипс переворота Можете посмотреть Но это давно было Ну, еще Ключевой ролик Покупались Починились Поехали домой Витя Звонит Ищет Автомобиль Какой-то Купить Очередной Апроводный Не, Соната Не меня Просто Просто едет Медленно Очередной Автомобиль Какой-то Выбирает Для Апровода Секретная Информация Кстати И В несколько Мест Звонил Ну, практически Все смотрят Куда он попадал Это приятно Вот развязка Тоже Десятилетиями Но тут Дорогу Расширили Что-то Сделали Но не доделали Часть ее сделали Но сюда Не дотянули Еще После нашей Покатухи Тесна Десенка Которая была Ровно Неделю назад Я думаю Многие Вы удивитесь Когда узнаете Куда я еду Еще и один Это, наверное, подписчик Ну, пока Пока Давайте Версии Интересно, кто первый Угадает Когда куда-то едешь Один Я не знаю Как Вот Алексей Коровин Часто его вспоминаю Давно я еще Не снимал В Ютубе Ничего Но смотрел уже Попал на его ролик По Индии Он путешествовал Один Он практически всегда И, наверное, всегда Один путешествовал На такие расстояния Есть у него канал В Ютубе Посмотрите Очень интересно К сожалению Заключительное путешествие В данном случае Можно говорить Последнее Как это не печально Звучит Его путешествие Было в Африке Проехал он Всю Африку И уже на выезде В Египте Заболел Ну, проявилась Малярия у него Печально Это все Закончилось Почему я это рассказываю Ну Потому что Когда едешь один Зовсем другие ощущения Вот ты едешь сам Один Вот все Что взял с собой Тут в машине Запасочка Вон сзади Видите Богер мой Тридцать седьмой Многие по нему Скучают Взял я запаску Взял Кучу всего Там инструмент Все что может Пригодиться В случае Что-то сломается Алексея Посмотрите Обязательно К сожалению У Африки Нет Наверное Видео Но я когда-то Смотрел Не было Там уже Родственникам Было Не до этого Когда человек Погиб А он Снимал Наверняка Стое путешествие Какие-то Маленькие Отрывки Есть фотографии То что он Сбрасывал Вот она Резко Есть Ну И все Я просто После того Как был В Танзании Есть там Знакомые Пейзажи Эти Африканские Но он На мотоцикле Путешествовал С палаточкой Один На BMW Кстати Друзья Ну идем Нормально Приборы Температура Давление Все Все в норме Все хорошо Приехал я Где-то Примерно Сколько Процентов Маршрута Сейчас я вам Скажу Процентов 25 Наверное Проехал Все нормально Ну Хочу Что сказать Вспомнил Тут еще Одну Ситуацию Не ситуацию Вспомнил Тут еще Один момент Из жизни Путешественников Которые На болотоходе Сначала На Северный Полюс Доехали Это просто Какая-то Фантастика А потом Потом Смогли Доехать До Канады Просто Жесть Много В этом направлении Хороших Апроводных Мест Но там Куда я еду Не знаю Нага джипера Не сильно Ступала По крайней мере Не попадалось И видео И материал Какой-то Что там Кто-то катался Думайте пока Куда я еду Направление Пока вам не показывают Чтоб немножко Сложнее было Угадать Потому что Ну чуть-чуть Вы видели Подсказка Там серьезная Была Пробуйте Угадать Подписывайтесь На канал Давайте Наберем Немножко Больше лайков Чем обычно Хотя бы Под этим Видео 24 24 10 Не успел Увидеть Обогнала Меня Такие Раритеты Ездят Наша Апроводная Банда Сегодня Едет Опять В рейд Да Много В этой Стороне Болого Фроуда Разнообразного Яркого Тут В лесу Меньше Снега Чем у нас Значительно Или просто Это С краю Стараюсь Правее Ехать Чтобы Максимально Не мешать Людям Могли Обогнать Смотрите Подруливание Совсем Небольшое Пропустим Всех Чуть Собралось Машин Ну что Друзья Ровно Час Пути Проехал Примерно 50 Километров Учитывая Что По городу Ехал Мою Невысокую Крейсерскую Скорость Это Неплохо Все Дорога Становится Луже Поехал Очень Известный Населенный Пункт Он маленький Но его знает Весь мир Благодаря Второй Мировой Войне Плохой Тут участок Дороги Болтает Меня Немножко Подруливание Терпимое Терпимое Неплохо Очень Красивую Шину Мне сделали Новую Я вам Сейчас Ее покажу Вот оно И новое Колесико Слышь Так оно На машине Непонятно Ух ты Какое Модное Слышишь И протектор Я просил Побольше Сделать Ты видишь Конек Оставили Выше Ну Конек Чуть 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 Сделали Поставить Не успели К сожалению Надо постепенно Менять Шины Уже Достаточно Много лет Издеваюсь Я над ними Многие Говорят Надо Сделать Раньше Было У вас Лучше Там были Свои Плюсы Здесь Свои Тут Есть Что Доработать Правильно Уменьшить Вес Делать Другую Моторную Компонок И тогда Будет Все Хорошо Такая Тут Кусок Дороги Всегда Не очень Хороший Как Для Так Для того Что После Зимы То Ничего Да Меньше Здесь Снега Явно А вот Сюрприз Приехал Все Ребята Поехали Заинтересовали Их Мои Госномера Думают Самодельные Какие-то Наверное Посмотрели Документы Ну Ничего Вроде Ребята Адекватные Более Менее Вот Это Известнейшее Место Зрителям Нашего Канала Тут Серьезное У нас Движение Было Рядом С церковью А Конкретно Вот Здесь Бойку Построили Да Расход Топлива Не радует Да Заправился Более Наверное Литров 25 Если не больше Что-то Может Не долили Вчера Хотя Тоже Отстрелил Пистолет Соляра Выливалась Из бака У них Непонятно Что-то Я думал Там я по месту Чуть проехал На монтаж Туда-сюда Но Я думал Будет Поменьше Расход Просто Никогда Особо Не засекали Так Особенно По прямой По асфальту Ну что Друзья Примерно Половину Маршрута Я проехал До места Основных Движений Температура Давления В норме Полиция Нормально Реагирует На эту машину Я вам скажу За много лет У колеса Эти стоят Наверное С 15 Или С 16 С 15 С 16 Года Не помню Уже Останавливали В принципе Считанные Разы И то Посмотреть Что это За чудо Такое Едет По этой Трассе Я В этом Направлении Ездил В далекие 90-е Я тогда Был Европляхером Стаж У меня Виде Какой Европляхерский Огромный Хотя Прервался Он давно Это было В 97-м Году Могу вам Точно Рассказать Я уже Рассказывал Эту Историю Была У меня Беха Тройка 320-я 30-й Кузов Литовская В очень Хорошем Состоянии Просто Ракета У меня До этого Была 323-я Немножко Она Поломалась Потом Расскажу Когда-то Про нее Буду Ехать В сторону Применчуга И расскажу А Потом Я купил Литовскую После Того Как Сломалась Украинская Украинская Регистрация Троечка Моя 323-я Ну и Прошло Два Месяца Тогда Были Правила Раз Два Месяца Надо Было Въезд Вы Сделать Не Так Как Сейчас Там Фирмы Доверенности Не Знаю Как Сейчас Там Это Работает Тогда Надо Было Раз Два Месяца Делать Въезд Вы И Вот По Этой Трассе По Которой Я Сейчас Еду Поехали Мы Делать Въезд Вы Литовцы Не Знаю Почему Наверное Машина Может Давно Загнана Была И Стояла Декларация Короче Левая Хоть бы Сказали Декларация Была Левая Машину Конфисковали На Меня Завели Уголовное Дело За Контрабанду А Что Такое Контрабанда То есть Даже Если Ты Что Везешь Через Пункт Пропуска Но Документы У тебя Не В Все Все Ничего Выписали В Тебе Новую И Ты Дальше Поехал Вот Такая Интересная Система Продолжаем Движение Смотрите Такой Лес Становится Тут Более Дикий Машин Меньше Населенных Пунктов Меньше Людей Вообще Не Видно Очередная Машинка Едет Сзади Не Обгоняет Хотя Тут Разрыв Есть Все Человек Материал Отснял И На Сплошной Линии Меня Обогнал Смотрите Одна Машина В пол Часа Человек Правда Состояние Его Тяжелое Катался Броситься Мне Под Колеса Да Шикарное Поле Такое С Кружами Башня С Лужами Да Тут Нормальное Можно было В спецучасточек Сделать Такой На Скорость На Время По Прямой Просто И Тут Тоже Да Нормально Снега Выпало Вот Это Провод Хороший Так Друзья Давайте Варианты Куда Я Еду Еще Какие То Да Все Меньше И Меньше Здесь Машин Становится Лес Такой Какой-то Более Низкий Непонятно На Машине Самое Дальнее Мое Путешествие Вообще Вообще На Автомобиле Не знаю Что дальше От Киева Ижевск Или Албания На Автомобиле Самое Дальнее Албанию Албанию Точнее Нет Болгарии Сразу Македонию Наверное Я уже Забыл Да С Болгарией В Македонию Потом В Албанию Ну и Потом Обратно Потом Круг По Албании Сделали Нормальный Такой И Обратно В Киев Где-то 5000 Км У нас Получилось По кругу Около 10 Дней Интересно Конечно Куда-то Далеко Поехать Пока Едем Тут По месту Какие у вас Мысли Пишите Куда я Еду Направление Вы видели В принципе Уже Недалеко Километров 35 Наверное Осталось Так Остановился На заправке Помыть руки Встретил Встретил Зрителя нашего Говорит Машина Знакомая Спасибо Руки Помыли Поедем дальше Такой Сервис Заправки Тоже Тут Попроще Уже Вот И Машинка Все Хорошо У нас Повороты Даже Заработали Друзья Вчера Они Вечером Ушли В отказ Не знаю С чем Это Связано Последнее Время Редко Приходится Далеко Ездить Скучаю За поездками Камеру Надо держать Все время Готовую К съемке Навстречу Запорожец Проехал Такой Беленький Как у Влада Был Один в один Вот такие Пейзажи Тут Видите Интересные Весенние Какой Тут Городок Еще По дороге Жизнь Кипит В субботу Давайте Варианты Еще Куда Мы Куда Мы Куда Мы Едем Места Необычные Я думаю Вам понравится Сейчас Скорю Никогда Там Не Был Из наших Тоже Я Не Видел Что Что Был Да Бескрайние Наши Поля Да Снега Тут Явно Меньше Еду Увидел Эту Дорогу Сразу Вспомнил Момент Когда-то В далекие 90-е Даже В далекие В начале 90-е Скажу Вам Больше Нет В середине Нет В первой Половине Правильно Сказать В общем 93-м Году Втором Третьем Не помню Уже Точно Третьем Точно Ездили Мы За Бензином В Россию Тогда Как раз Была Обстановка Сложная И вот Очень Похожий Пейзажик Такой Дорога Похожая Такой же Какой-то Невысокий Лисочек Пытается В шиме Машина Уйти Я Отпускаю Газ И она Стабилизируется Да Давно Это было Скоро 30 лет Назад На дырявом Москвиче У меня Москвич 408 Потом Я поставил В него 412 Двигатель Купил Новую Коробку Ездили За бензином Потом До Ижевска Даже Я на нем Доезжал И не раз Или раз Не помню И не раз Друзья Два раза В Ижевске Было 2300 Км В одну сторону Такой Он конечно Был Уставший Но В ходовую Двигатель Все Перебрано Было Коробку Новую Я купил Я уже Как-то Рассказывал Куда Еще На том Москвиче В Крым Ездил Еще По Украине В общем Такая машина Была Потом Разобрал Я его На запчасти Отпилили Крышу А порогов Не было Вообще Раз Он и сложился В прямом смысле Слово Просто Держался На крыше Жесткость Была Продолжаем Ехать Уже Недалеко Совсем Недалеко Давайте Варианты Я думаю Если вы Не угадали До сих пор Это вы Удивитесь Ну тут Чуть-чуть Зимы Где густой лес Там есть Снег Выехал С запасом По времени Там Меня люди ждут Все-таки Не совсем один Я буду Сегодня С людьми Знакомы Только В телефонном Режиме Созвонились Ох Как Красиво Тут Совсем Другой Пейзаж Маршруточки Тут Ходят Они совсем Глухие Значит С киевскими Номерами Ездят Машинки Все нормально Да Так далеко Я еще На Мегауазе Не отъезжал Вспомнил Вспомнил Как мы 11 лет назад Кстати Примерно В это же время Там плюс-минус Не помню В март Был Наверное Может Конец Марта Но Не столь Важно Примерно В это время 11 лет Назад Я его Пригнал Своим Ходом Из Свалявы Сказать Что Сейчас В нем Шумная Вибрация Это не Сказать Ничего Вы себе Не можете Представить Просто Какая Это была Жесть Из Свалявы Мы Выехали Где-то В час Дня Или в два Часа Или в час Дня В Киев Приехали В два Часа ночи Насколько я Помню Очень Сложно Было Уже Не помню Точно Во сколько Приехали Очень Долго Ехали Вибрация Бешеная Мосты Были В таком Состоянии Что просто Ехать Было Невозможно То есть Если Сейчас От мостов Нет Вибрации Вибрация Есть Немножко От трансмиссии Там От Кардана Может Ну И то Незначительная От Шин От всего Этого От двух Раздаток Но тогда Все было Попроще Но Вибрация Была Нереальная Просто Где-то Уже В районе Ровно Слышу Болит Горло А со мной Ездил Мой Одноклассник Попросил Я его Поехали Съездим Мы на поезде Взяли Колеса С собой С четырьмя Колесами С небольшой Резиной Какой-то Невысокой Мегауаст Это был На Бел 160 Шинах Мотор Был Этот же Мотор Коробка Раздатка Тойотовская Была Мы в поезде С четырьмя Колесами Там Нас Встретил Человек Звонил Мне недавно Кстати Все Показал Он Как Машина Едет Мы поставили Колеса Эти Потому что На юбелах Мы вообще Думаю С ума Сошли Может Уехали До сих пор Ну и Семьсот Не помню Сколько Уже Километров До Свалявы Но Это Свалява Сами Можете Посмотреть Это Это Была Полная Жесть Так Друзья Ну Насколько Я Вижу Прибываем От места Встречи С С Остальными Участниками Нашего Движения Сегодняшнего Но Вы пока Продолжайте Набрасывать Варианты Где мы Куда мы Куда мы Приехали Тут Меня Должны Люди Ждать В общем Пока Пока Вот так Сейчас Дальше Покажу Где мы Находимся Какие Классные Места Да Вот так Это Все Выглядит Доехал Я Было Непросто Но В принципе Машина Слава Богу Все Четко Буду Звонить Людям Где Они Наверное Едут Еще На 11 Мы Договаривались Смотрите Какой Раритет Я только Что Вспоминал Про Свой Москвич А тут Едет У меня Был Ижовский Это АЗЛК Житомирские Номера Да Бывает Это Такое